на правозащиту, на правовой, на вот эти моменты, да? И дальше будем отталкиваться по результатам этого анализа. Дело в том, что все законодательства, которые напрямую затративают право и свободного человека, должно быть доведено до общественности. Вот я не знаю, на каких страницах газеты, вебеты, была доведена вот эта форма этого законодательства. По чрезвычайному положению. Значит, вы берете на себя вот эту экспертизу законопроекта по чрезвычайному положению. И я просто на примере, на примере здесь вот Абуды, он знает, о чем я говорю, да? Когда был принят декрет с 10 на 11 июня 2010 года, премьерного правительства, декрет о введении чрезвычайного положения, это было в 2 часа ночи. В 2 часа ночи было введено декрет о применении оружия. Это документально у нас, у меня на руках, я с вами могу делиться. В 2 часа 15 минут на 3 бутера по городу уже обстреляли. И с 2 часа 15 минут до 4, когда мы установили, были уже 8 погибших и 43 раненых. Я вам показывала все эти, помните, у нас сидели, все это документально. Вот что означает, когда ведет, вот такой, который прав и свобод человека напрямую затрагивает, это не доведет до общественности. И я боюсь, что когда Генштаб, это будет вмешательство армии на наведение общественного порядка внутри стран. Это не должно быть. Это очень, Глара, вам спасибо, это очень большой сигнал. И мы должны на это обращать внимание, чтобы не повторить ту ситуацию, которая привела потом в межнациональные столкновения. Я это заявляю, как член национальной комиссии, который имеет все документы, которые были в отличие на САМА. На основании этого ответа мы признали незаконным. И вот поэтому вы можете, я в ближайшие дни, будем над этим работать, будем привлекать хорошего специалиста, который даст, и на следующей встрече может быть ответ, и дальше будет двигаться. Спасибо. Спасибо.